всем большой привет я рада видеть вас на своем канале и сегодня будет такое неформальное разговорное видео без красивого ну я надеюсь что красивого обычно монтажа вот просто формат g-r-w-m или g-r-w-m обычно у нас его называют это get ready with me типа собирайся со мной когда человеку просто куда-то ему нужно пойти он словил философский вайб как я сейчас или обычно по жизни всегда муд по жизни вот и он решил значит поснимать и поболтать на камеру вот так что если вам интересно оставайтесь со мной давайте собираться вместе поболтаем в общем-то о чем-нибудь и накрасимся и я пойду по своим делам до начала надо собрать волосы чтобы не мешались вот так у меня значит тут кажется что это залысин это моя вечная проблема потому что я от природы блондинка надо выпустить собаку из комнаты вот я от природы блондинка и ну как бы очень такая светлая пепельная и в общем-то когда у меня отрастают мои волосы натурального цвета то это выглядит как будто бы я усею поэтому если как-то не эстетично то прощение заранее так для начала что я сделаю значит губы я увлажнила бальзамом для того чтобы они пришли в годное какое-то состояние пёс опять заходит чуть-чуть подочистим а нет нет давайте-ка сначала люблю я вот это делать у меня лицо склонны сильно к отекам и особенно после перенесенного к вида в двадцатом году нашим любимым а еще недавно это месяц назад я делала операцию на носовой перегородке мне искривленная перегородка была и я очень долго мучилась но боялась пойти на операцию лечь под нож это для меня вообще самое страшное просто ничего я не знаю но в смысле из того что можно с собой сделать конечно в жизни есть очень страшные вещи другие намного страшнее чем плановая операция но просто мне очень ну как бы из всего что можно там с собой делать до лечь под нож под какие-то уколы это очень страшно для меня вот и естественно я очень сильно боялась хотя мне была показана операция по упрямлению перегородки носовой я наверное может быть сделаю отдельное видео об этом вот про свою историю про саму операцию потому что я в общем-то когда решилась все-таки на нее я смотрел много видео на ютубе и никто не рассказывал про саму операцию как она проходит то есть говорили про то как не готовились больше всего про реабилитацию после вот мне есть что сказать потому что я эту операцию проходила без наркоза общего а под местной анестезии как у стоматолога вот в общем то я очень рада что я сделала единственное о чем я жалею это то что я не сделала вот как только мне 18 лет исполнилось что я реально блин мучилась столько лет своей жизни вот и в общем после к вида мне очень сильно добавилась отечность тявкой пес на заднем плане и после операции вот месяц назад она у меня где-то прошла те дверь опять открыть хава чё ты хочешь открыть дверь вот до сих пор у меня какая-то отечность лица поэтому я люблю гуаша наверное все знают что это такое просто если я хочу как-то нормально выглядеть не как алкаш с перепоя вот мне очень тяжело обойтись без гуаша в общем то что я делаю просто я не это не какой-то такой глубокий массаж хотя я приверженец массажной терапии многих вещей меня мама массажист высшей категории медик и как бы я очень люблю вот массаж именно как метод лечения такой никогда вас просто гладит а именно глубокий проработку мышц проработку триггерных точек какой-то невралгии невралгии ладно это уж я хватило но в общем многие реально серьезные вещи действительно при помощи медицинского главное массажа лечебного они действительно очень помогают вот я сейчас ничего такого не делаю я просто по массажным линиям не очень сильно надавливая прохожусь вот скребочком что просто разогнать лимфу и убрать застойную жидкость и ну я вижу очень большой эффект вот этого как бы не снимали разоблачение если вы понимаете о ком я говорю на массаже на микротоки и прочь такие около медицинские вещи связанные как бы косвенно связанные с бьюти я просто вижу от них эффект и я как бы знаю благодаря тому что у меня мама медик в этой сфере я просто знаю как бы базу это база я знаю на чем это базируется вот и ну да я то есть понятное дело что это не укол ботокса и это не будет такого что вы один раз себе сделали массаж даже пускай глубокий и у вас она всю жизнь там это все сработает ну как бы обычный аргумент который я встречала то вот катя консу ладно я не хотела произносить именно но буду в чем не а в общем аргумент у него какая-то путаная речь я просто спала сегодня четыре часа поэтому прошу прощения не знаю но не очень структурированная у меня в принципе пока что еще я как-то не очень ловко себя чувствую перед камерой и у меня в принципе речь еще не такая структурированная на камеру и в моих видео как в жизни вот но я надеюсь что как бы я буду развиваться и преодолеют потому что в жизни как ну мамой клянусь я разговариваю нормально и как бы есть структура логика моей речи обычно как правило вот просто обычный аргумент который я слышу против таких вещей как массаж лица там опять-таки гуаша и прочее то у меня шалфейная вода чуть-чуть подочистим лицо и я сейчас его попрызгала и у меня вот такой вот диск из микрофибры то я стараюсь сокращать потребление нас ну там где это возможно каких-то вещей одноразовых там где можно их заменить совершенно спокойно и я как бы стараюсь это делать вот обычно аргумент против массажа и гуаша каких таких вещей связанных с теми же микротоками и дрессонвальными прочими то что пока вы их делаете пока вы их делаете они работают ну конечно пока мы их делаем они работают так же как и пока мы чистим зубы пока мы чистим зубы они чистые пока мы занимаемся спортом там не знаю мы здоровые пока мы едим мы сытые ну как бы такое что нужно перестать чистить зубы потому что нельзя взять и почистить зубы раз и на всю жизнь или там типа раз и на полгода ну бред какой-то вот в общем была я немножечко адвокатом гоша а теперь давайте перейдем к тем темам о которых я сегодня хотела бы поговорить я уже болтаю довольно долго и ничего существенно так до сих пор и не сказала на себе все записала что чем я хочу поговорить а вот может быть если этот зайдет у меня тут маленький такой кремчик вот на самом деле это крем от либо радаром просто в баночке от клиник потому что мне удобнее такой маленькой пользоваться ванчика переливать в него крем из большого как из большого флакона. Вот. Я опять забыла, о чём хотел сказать, но не важно. А, если, короче, этот формат зайдёт, то можно будет ещё о чём-то поговорить, о чём я тоже хочу, может быть, порассуждать. Вы тоже пишите свои мысли по поводу тем, в общем, во-первых, я бы хотела немножечко представиться, потому что я в своих видео о себе ничего не рассказываю. Ну, банально даже обычно не представляюсь, как меня зовут. Меня зовут Вера. Очень приятно познакомиться. Вот. Кстати, вот. Вам как нравится, когда человек называет себя по реальному имени, а не по, там, какому-то... Или вообще, знаете, там, бывает, когда на первом месте личность каналы, а бывает, когда именно, вот, содержание контента и без разницы вообще... Ну, не то, чтобы без разницы, но вот сама персона, да, в персонале, она как-то уходит на второй план. Ну, такое она имеет значение, но скорее второстепенное. Вот. Вам как бы очень нравится. Я, наверное, склоняюсь к тому, что для меня персонаж, он важен, он... контент важен, но и персонаж тоже очень сильно важен. Как раз-то я об этом хотела поговорить. Получается, что это какая-то такая тема, себе накидало несколько, но получается, что это такая тема, которая красной нитью такая проходит через все те тезисы, о которых я бы хотела поговорить. Я эту фразу уже сказала сто раз. Я забыла принести себе сейчас сюда карандаш, сейчас я приду. А ты жопка-попка. Недвижательная, любимая. Так. Я снова здесь. Давайте оформим брови. Можно поближе, если... А, да. Почему бы и нет, кстати. Вот. Все-таки, в конце концов, любой макияж, даже в разговорном видео, можно повторить. Поэтому... Вот. У меня этот карандаш тоже от Ева Мозаик. Ну, такое ничего, на самом деле, карандашик. Не самый удобный вот эта вот форма копытцем. Но, в принципе, я им приловчилась рисовать, и нормально. Так вот. Коротко о себе. Я вот думала, что я хочу рассказать о себе. И так и не пришла к какому-то выводу, на самом деле. Потому что, с одной стороны, хочется быть каким-то, ну, искренним, что ли, человеком. И хочется, чтобы, наверное, ну, зритель имел какое-то представление, да, о блогере. Не могу себя блогером называть, на самом деле. Ну, короче, о том человеке, о той персоналии, которая у него предстает на экране монитора, на экране смартфона, там, и так далее. Но, с другой стороны, не хочется как-то не то, чтобы выкладывать все карты на стол, но какая-то приватность например, мне тоже важна, не знаю, сложный вопрос. В общем-то, я так и не пришла к какому-то заключению, что я себе бы хотела сказать, кроме того, что меня зовут Вера, ну и каких-то общих пёс, чё ты хочешь? Чё, тебя освободить вместо локошка? Ну, иди. каких-то каких-то общих таких, знаете, не фраз, а тезисов касаемо, там, не знаю, учился там-то столько-то лет. Вот это вот было бы интересно. Я могу 40 сказать, мне 31. Да, я уже не помню, сколько мне лет. Мне 31, я по образованию культуролог, это, наверное, можно было заметить, потому что я постоянно, у меня включается моя профдеформация, и я какой-то какие-то свои профдеформационные тезисы постоянно вырубаю, но я, ну, реально, я не могу без них, это просто вот настолько часть моей линии, личности, ну, видимо, это какая-то, ну, изначально что-то, что во мне было, образование просто усилило эту составляющую, наверное, в моей личности. Вот, также я имею диплом бакалавра по социологии, и я еще в аспирантуре по социологии в данный момент как бы нахожусь, но я в академическом отпуске. К слову, вот, и от этого я хотела бы, ну, что еще я могу сказать, я очень люблю животных, прям обожаю, не знаю, для меня животные это прям очень больное место. ну, ладно, не буду об этом говорить, у меня собака есть, вот, в детстве у меня тоже была собака, короче, не буду это касаться темы животных, иначе я начну реветь. Вот, я хотела как раз плавненько так перейти от темы, почему все время, так, наверное, лучше. От темы того, что я сейчас в академии нахожусь, в аспирантуре, аспирантуре мне тоже по социологии, к тому, нафига вообще зачем я создала этот канал, вот, в общем-то смысл в том, что изначально я создала канал просто так, незачем, я работала какое-то время в библиотеке областной, ну, как в библиотеке, я работала, вообще-то, в галерее, которая находится при, просто на, как бы, часть библиотеки областной, и тогда стукнул ковид, в общем-то, и все мы ушли на удаленку, и нужно было как-то работать, создавать какой-то культурный продукт, скажем так, культурно-образовательный, ну, в моем случае он был культурно-образовательным, таким, просветительским отчасти, в общем-то, я создала ютуб-канал, он назывался лаборатория семиотики, у меня есть ссылка на этот канал в моих каналах, в информации, сейчас он называется по-другому, и, в общем-то, я свою работу, как бы, в галерее, осуществляла, по сути, создавая такой культурный просветительский продукт, ну, в том числе, то есть я делала еще много другой работы, вот, но, как бы, чтобы, не то, чтобы самореализовываться, ну, вот, ну, в принципе, да, я считаю, что в работе нужно самореализовывать, ну, чтобы дополнительно что-то еще делать, да, как бы, потому что работа в галерее, хотя я, типа, там, мы организовывали выставки, не свои, естественно, как бы, художников, но все равно можно, например, создать какую-то выставку, написать под нее концепцию, свою какую-то собственную, уже подбирать под эту концепцию художников, фотографов, там, ну, артистов, да, то есть артист, это же не только художник, это еще, там, скульптор, инсталлятор, это может быть какой-то перформансист и так далее, и тому подобное, вот, и в этом, как бы, есть тоже реализация, потому что ты, как, ну, такой, куратор, как арт-менеджер, организуешь, организуешь, реализуешь свою какую-то творческую идею, тоже творческое видение, вот, вот, и в общем-то, я вела вот этот канал, и там, и делала такие, как бы, ну, не стримы, а как онлайн, что-то, типа, лекции, такое, полуразвлекательное, типа, можно сказать, типа, лекции, хотя, ну, я не преподаватель, хотя я могу преподавать, типа, у меня диплом позволяющий преподавать, вот, и, в принципе, мне это нравилось, вот, я думаю, даже, может быть, возобновить введение этого канала, но только, естественно, не трехчасовые, там, какие-то делать лекции, и что-то такое, а какие-то короткие, в моем случае, короткие, это, конечно, тоже такой момент, я довольно такой, словоохотливый человек, на самом деле, хоть даже, когда я стесняюсь, вот, делать просто там более, какие-то короткие, цельные видео, на какие-то темы, о которых, ну, я, с какой-то такой, своей, более профессиональной точки зрения, что могу что-то сказать, вот, и, мне, в принципе, это нравилось, потом, там сменилось руководство, я ушла, оттуда, вот, и уже работала в другом месте, удаленно тоже, ну, естественно, после ковида мы вышли, я еще там работала, долго достаточно, и уже потом, через какое-то время, сменилось руководство, и с ним я не смогла сработаться, и ушла, я работала потом уже в театре, на удаленке, и, мне, как вы могли понять, очень нравится, там и та нука, я их очень сильно полюбила, прям вообще, я могу себя назвать, наверное, поклонником бренда, прям фанатом бренда, вот, очень я их люблю, меня восхищает, как это сказать, меня восхищает, то, как, ну, устроит сам бренд, да, вот, то есть, то, что это не просто косметика, которая, к слову, отличного качества, и всегда сделана с фантазией, а то, что у него есть своя душа, то есть, это даже не, причем это, видно, что это делалось и создавалось, и до сих пор делается, создается, не просто из того, что должна быть какая-то маркетинговая стратегия у бренда, не просто из того, что должна быть какая-то маркетинговая легенда, и так далее, и тому подобное, да, чтобы, ну, опять-таки, ну, как повышать лояльность покупателей, потому что, когда что-то такое есть, то, когда есть покупателю, клиенту, за что зацепиться, помимо товара непосредственно, да, есть какое-то лицо бренда, есть его ДНК, есть вот, какая-то человеческая история, видно, что за этим стоят люди, за этим стоит какое-то творчество, естественно, ну, покупатель, клиент, он будет более лоялен к такому бренду, потому что его будет удерживать не только, там, наличие какого-то продукта, который ему нравится, вот, и я, когда начала увлекаться, та метанукой, кстати, я вот лисичку использую сейчас, что-то было как-то очень мало, сейчас, конечно, последние, там, пару лет, очень много обзоров появляться, но я реально узнала о Тами из обзора американского блогера, блогерши американской, она там показывала палетку с драконом, которую очень давно нет в рестоке, вот, но я ее купила, она у меня есть, они обещают его рестокнуть, изменить формулу рестокнуть, я бы думала, брать его или не брать, интересно было бы, конечно, вот, я узнала от американской блогерши, и какое-то время, в принципе, обзоров на Тами было гораздо больше англоязычных, чем русскоязычных, мне это казалось, ну, как-то стрёмно, классный бренд, то есть не просто, типа, вот, это российский бренд, нужно про него делать обзоры, нет, то есть Тами Танука реально сам по себе без привязки к тому, что это вот, как бы, российский бренд, и нужно вот его за это любить, я вообще такого и не придерживаюсь, но это реально очень классный бренд, сам по себе, без какого-либо контекста и привязки, и так я вообще стараюсь к этому не очень привязанным, так, вот, и что-то мне показалось, это как-то не очень справедливо, и я, в общем-то, думала о том, что может сделать тоже, ну, мало говоря, то есть, есть канал на ютубе, я просто такой человек, я больше всего люблю смотреть видосы на ютубе, я не очень люблю блоги, в инсте, потому что там красятся молча, там ничего не показывают особо, просто сделали такой вот инстамейк, который, к слову, эта эстетика мне вообще не близка, и, и все, там не видно даже, даже если не делать какой-то обзор, да, типа вот рассказывать про продукт сам, там не видно, как продукт себя ведет, там просто готовый результат, что за ним, что вот, ну, в общем, был ютуб канал, он и сейчас есть, там, там, удобно выбирать пигменты, для меня, вот эти вот коротенькие видео с тем, как пигменты выглядят на глазах, они более информативные, потому что, мне кажется, что фотография, она не очень, хорошо, ну, все нюансы вот этих сложных пигментов, опять-таки, даже если это не с каким-то сложным переливом, а просто, как вот, опять там, матовый цвет, да, то есть, вот здесь, например, какие-то оттенки, они довольно сложные, они просто, на... Опять камера, ну, как опять, она у меня записывает где-то полчаса, что ли, потом выключает, в общем, это все сложно передать, я смотрела, значит, канал, еще есть канал, или был, я не знаю, по-моему, она уже его не особо ведет, Юли Морти, это их штатного визажиста, но опять-таки, во-первых, она штатный визажист, во-вторых, у них, ну, она не визажист, конечно, она просто как человек, который любит макияжи, но... у нас же дело для них макияжи, то есть, она как бы у них на кладе, можно так сказать, вот, и... мне ее эстетика тоже не близка, плюс она, ну, она же должна как бы продать, плюс, ну что, есть там один-два канала, это мало... Короче, я помню, что я вот думала все, и возмущалась, что это такое за несправедливость, почему на русском языке, вот, ну, даже не российских, а русскоязычных блогеров, которые бы говорили о ТАМе, так мало, реально мало, и меня это возмущало-возмущало, потом, перед прошлым Новым годом, они, значит, запустили в продажу палетку со змеей, которая словила очень много хейта, но в итоге ее раскупили, там, большую за час, что ли, или за два часа, маленькую за сутки раскупили, и она меня так восхитила, что я просто, ну, знаете, вот эти упаковки у ТАМи, Тануки, вот эти вот красивые все моменты, вот этот вот момент распаковки, когда ты радуешься, открываешь, там вот эти вот все невероятные, милые вкладыши, вот эти вот зверюшки, блин, на палетках, вот так мило все, вообще, просто прелесть, я просто сняла распаковку, там ужасный монтаж, там ужасный просто звук отвратительный, вот, еще когда-то, живя в другой стране, я тоже решила поснимать, значит, видео, я сняла, просто, знаете, просто красивое видео, просто как бы для красоты, я тогда, я тогда из-за переезда испытывала вот этот вот, то, что называется культурным шоком, когда человек впадает в депрессию, из-за того, что он впадает не то, что даже в непривычную ему среду, а вообще в другой контекст, культурный, и это очень сложно дается, вот, мне это тоже очень сложно далось, я себе тогда купила камеру для того, чтобы как-то творчески самореализовываться, и с ним, ну, типа, решила снять, я, в принципе, как-то и зарабатывала, немножко подрабатывала фото- и видеосъемкой, но хотела все равно только творчество, и я сняла тогда, я себе завела инстул с разными сами творческими фотографиями, и сняла вот одно вот, как бы, наснимала я материал много, но, значит, смонтировала тогда один только ролик, это помады, хама, помады Шарлотта Тилбери, и, значит, выложила такая, думаю, ну, пускай будет два ролика там, в общем, так они у меня и веселья нафиг никому не нужны, неинтересны, я не планировала, в общем-то, особо, но я думала о том, чтобы вернуться к своему, вот этому каналу, который с, с чем, эта кисточка не подходит, это у меня грифон, я беру матовый бордовый оттенок, чтобы подвести ресничный край, я люблю ресничный край, подводить тенями, а не карандашом, вот, я думала о том, чтобы сделать какой-то такой просветительский канал, ну, с таким, ну, условно говоря, это научпоп, с, ну, делиться своими знаниями, когда у вас что-то есть, и вы об этом хотите рассказать, я считаю, что зажопивать знания из разряда я, я такая элитная женщина с образованием, и эта информация недоступна никому, хотите тоже что-то такое знать, идите, поступайте в универ, я считаю, что, ну, знания, знания это то, чем нужно делиться, вот, любому, любому обществу, всегда выгодно, на мой взгляд, чтобы люди были более просвещенные, если особенно им это интересно, в общем-то, интернет тем и хорош, что он делает доступно любую информацию, это замечательно, я считаю, что это просто чудесно, главное уметь подходить, и я об этом уже говорил в другом своем видео, к выбору источников с умом, вот, в общем-то, я хотела, я думала, именно к этому каналу вернуться, но потом в моей жизни случилось некоторое дерьмо, вот, я училась в аспирантуре, и, значит, случилось, как бы, занималась, в общем-то, там, своей работой, у меня, моя научная работа, изначально, которой я собиралась заниматься, была посвящена устойчивой моде, практикумом потребительским, связанным с устойчивостью, с новой этикой потребления, ну, потребления как такового, да, и с, в том числе, потребления модного, то есть, например, секунды, какие-то предпочтения каких-то локальных брендов вместо больших, крупных производителей, выбора этического производства, да, когда, ну, мы как потребители ответственно относимся к выбору производителя, ну, и так далее, там подобное, вторичка, переработка, вот такой вот, вот, но потом случилось 24 февраля, и у меня просто, вот, знаете, в стрессовой ситуации есть три варианта, которые наша психика предлагает, это бей, беги, замри, вот, я сначала у меня сработало замри, я просто вообще не поняла, ну, не то, что не поняла, что происходит, я просто, как бы, ну, ощущение полной сюрреалистичности, что при всей риторике, в общем-то, которая лилась из телевизора последние несколько лет, все равно, ну, как сказать, так, чтобы, все равно, ну, что такое ебанутое безумие не может случиться, ну, не может, ну, но оно случилось, и, в общем, у меня была не то, чтобы депрессия, но у меня была апатия, вообще ничего не могла сделать, вот, я с ней реально, я еще столкнулась с тем, что, какая-то кривая, у меня получилась, стрелка, ну, ладно, я еще столкнулась с тем, что парочка моих одна курсниц, да, наверное, можешь так сказать про аспирантов, у нас же есть, типа, курсы, там, первый, второй, третий курс, они меня просто загнобили, они меня дважды довели до слез, после которых я просто неделю лежала, плакала, ну, то есть, на фоне всего того, что я видела, как бы, вот это очень тяжело далось, еще, как бы, меня загнобили люди, с которыми непосредственно контактирую, там, практически каждый день, то есть, они меня, ну, просто вдвоем загнобили, я слово загнобили много раз повторила, но вот я другого даже определения для этого не могу дать, и мне помогло собраться силами то, что я поменяла тему, значит, нашла ту тему, которая для меня стала новым источником вдохновения, скажем так, и мой научный руководитель, он ее согласовал, он ее подтвердил, я боялась, что он скажет нет, но он мне очень доверял, в общем-то, и моему, моей компетентности в том числе, и в написании, и подборе источников, и так далее, и тому подобное, вот, и мне казалось, что все наконец-то хорошо, и даже я с ним согласовала свой уход в Академ, потому что я решила, что я не хочу дальше с этими моими однокурсницами находиться на одном курсе, я не могу, я лучше, вот, возьму год, хорошо напишу тему свою, напишу, там, побольше материалов, изучу, в общем, буду заниматься своей работой диссертационной непосредственно, потому что, опять-таки, у нас очень тупая была программа, и те, кто пошел вот уже на первый курс в этом году, у них не было так много всякой, ну, реально ненужной фигни, по-другому я не могу это назвать, ну, то есть, просто какой-то ужас, это было, ну, короче, программа была действительно очень идиотская, никто не занимался, не мог заниматься своими темами, все занимались просто какими-то бессмысленными заданиями по педагогике, причем, если бы это еще была педагогика как бы для вузов, ну, я просто, у гуманитариев, если вы в каком-то таком вузе, который, то, что называется фундаментальным образованием, и вы гуманитарий, то у вас, скорее всего, курс педагогики, там, годовой, он в любом случае был, и, ну, то есть, ну, короче, дело даже не в том, что я недовольна тем, что у нас была педагогика вместо каких-то профильных предметов, чего-то такого, а у нас вот эти все, вот эта когорта педагогов, значит, они просто какой-то ужасный концлагерь устроили из того, что, из своих заданий, из своих требований каких-то идиотских, и они преподавали нам не педагогику для вузов, да, вот как бы, потому что, если, допустим, вы собираетесь там в аспирантуру, то у вас еще должна быть педагогическая практика, то есть, какое-то ведение лекции у студентов, там, первых курсов, ну, чаще всего, скорее, семинарских занятий, чего-то такого, но тем не менее. Это не была педагогика, которая бы нам понадобилась, мы обсуждали какую-то ересь абсолютную, околонаучную, причем, типа, социотипы, блин, псионики, какая-то вот фигня, типа, устройство детей в сады, зачем мне это знать, если я собираюсь заниматься наукой, вот, ну, реально, камон, ладно, если, окей, ну, во-первых, не все, кто идет в аспирантуру, они собираются преподавать в УЗИ, но раз уж есть педагогическая практика, то, естественно, да, окей, я согласна, что мы что-то должны адекватное себе представлять в этом плане, что нельзя просто так выпустить каких-то людей, не очень подготовленных к этой деятельности, на практику, но, опять-таки, я, например, не собирался идти преподавать, я хочу, ну, до сих пор хочу, хотя у меня уже сомнения в моей жизни, заниматься наукой, зачем мне ваша педагогика, я и так, ну, тем более, что мои наблюдения в жизни, они показывают обычно, что можно хоть обучиться теории этой педагогической, но, если ты изначально, если человек изначально, он ненавидит людей, видно, что он просто какой-то мизантроп ужасный, уж тем более, он ненавидит детей, если он идет к детям, без разницы, вот просто без разницы, это должно быть просто желание именно преподавать, и это должен быть какой-то талант и любовь к людям, если это преподавание там в УЗИ, ну, или там к детям, если это преподавание в школе, то есть, вот, особенно то, что наши, как бы, преподаватели, педагогики, вот просто были ужасно, ну, они и сейчас есть, просто я уже с ними не контактирую, просто какое-то воплощение ужасной мизантропии, просто, вот, ненависти ко всему живому вообще, то есть, это ужасно, и они нас просто выдрачивали на какие-то задания, на переделывание этих заданий, просто бесконечно, у нас 16 или 17 человек, которые поступили в аспирантуру на разные, как бы, направления, они просто ушли после первого семестра, кто-то до первого семестра, что они просто не выдержали этой фигни, ну, я их прекрасно понимаю, потому что ты идешь заниматься наукой, а тебе заставляют переписывать 70-й раз, значит, презентацию, в которой ты должен разбирать, блин, как устроить детей в детские сады, записать и в школы, это вообще что такое за хрень, в общем, я, значит, решила, что лучше я не буду тратить свое время и силы на вот эту всю хрень, по-другому, ну, как бы, кто не приемлет, там, какие-то высказания, нематерные, к слову, я могу и матом, но не буду этого делать, вот, уж извините, но это хрень полная, просто полная хрень, ну, вот, значит, не хочу я тратить на это свою силу, я хочу просто, тем более, что в любом случае, для защиты, значит, в срок, есть такое понятие, как защита в срок, защита диссертации, это когда ты защищаешь в течение года после окончания, вот, есть три курса аспиранских, у кого-то их четыре, значит, и вот в течение года после окончания этих трех или четырех курсов ты защищаешь свою диссертацию, я подумала, что все равно год, лучше я этот год вот сейчас возьму, чем потом, не буду заниматься вот этой вот мутью просто какой-то идиотской и растратой силу, и буду писать диссертацию, я ушла в Академ, и просто мне научно его подписал, он все добрый, он сказал, да, все правильно, и с этими тоже, своими одногруппницами лучше не контактируй, вот, и просто спустя пару дней, там начались у бакалавров госэкзамены, и он просто собираясь на очередной госэкзамен принимать у бакалавров, в общем-то получил сердечный приступ и умер, и это стало для меня каким-то ужасным ударом, потому что дело даже не в том, что я потеряла научного руководителя как какую-то административную единицу, хотя, если честно, это тоже имеет значение, а в том дело, что у меня с моим научным руководителем было действительно взаимопонимание, действительно поддержка, и это очень важно, когда у вас с вашим руководителем есть какое-то, какие-то доверительные отношения, даже, знаете, какие-то, наверное, были такие, как очень отеческие у него ко мне отношения, очень такие отеческие, очень добрые, вот, и ну, для меня это стало очень серьезным ударом, особенно, в течение всего этого вонючего, дерьмового 22-го года, сраного, чтобы он провалился, вот, вот, и все, я, я, кстати, до сих пор не могу себе найти научного руководителя, хотя у меня уже скоро закончится мой академический отпуск, вот, в общем, это стало вообще для меня очень сильным ударом, и я просто не знала, чем мне делать, у меня снова был период, наверное, месяц, когда я просто лежала, ну, там, естественно, я с собакой выходила гулять, там, какие-то видосики в YouTube пялила, смотрела, но просто как бы что-то делать, у меня не было ни сил моральных, и, в общем, я тогда решила, что, если мне не будет, ну, у меня еще была работа удаленная, но она такая, как бы, больше по случаю, я бы не сказала, что там какая-то особая прям самореализация была, то есть, она у меня по профессии, в общем-то, была эта работа, я сейчас там уже не работаю, потому что в сфере культуры у нас произошло очень сильное сокращение в первую очередь бюджетов, естественно, и кадров тоже, и, конечно же, всякие удаленщики и полуставочники, они пошли лесом, и я вместе с ними, вот. Но, опять-таки, это не была работа, где я там как-то самореализовываюсь, у меня самореализация была, это аспирантура. Вот, и, значит, я поняла, что если у меня не будет какой-то самореализации, хотя бы какой-то, и плюс, возможно, чего-то такого отвлеченного, потому что, когда ты погружен постоянно в какой-то информационный фон, ты просто начинаешь обездвиживаться, вот это вот, бей, беги, замри, и ты просто ничего не можешь сделать. И ты страдаешь от того, что ты, с одной стороны, ничего не можешь сделать и повлиять как-то на ситуацию, а с другой стороны, ты страдаешь, ну, я, я страдала, из-за того, что я и не могу продолжать делать то, что я делаю, просто, то есть, при том, что я продолжала заниматься своей работой без научного урока у родителя уже и сама, и как бы в данный момент я не знаю, я думаю, может быть, ну, ее в жопу эту аспирантуру уже, потому что ничего, не знаю, прошедший год он просто решил всех целей в жизни, потому что, не знаю, приходишь к выводу, что, какой смысл вообще что-то делать, не знаю, короче, не хочу ныть, вот, на камеру, и я тогда решила вернуться к тому, что меня радует хоть немножко, даже не то, что радует, а то, что позволяет на какое-то время отвлечься от жопы чуть-чуть, немножко порадоваться как-то, и другие, может быть, тоже смотрят и немножко радуются, в общем, я решила продол... ну, как бы вернуть... не то, что продолжить, вернуться к каналу вот этому, который вы сейчас в данный момент смотрите, вот, который у меня было два видео, никому не нужных, вот, в общем-то, так, это одна... это одна тема, сейчас покажу свои заметки, то есть, вот, у меня тут несколько тем, а это одна, о которой я хотела всего лишь поговорить, то есть, наговорила на час, наверное, если не больше, но вот такой вот я человек, я вообще, краткость не моя сестра, абсолютно, нет у меня, видимо, таланта ёмко выражаться, но может быть, кому-то такое и понравится, вот, и такой вот канал, значит, я решила вести, пока я не могу определиться с чем, что я вообще хочу делать по жизни в свои 31 год, так, вот такая история, вот, дальше ещё одна тема, которую хотела бы обсудить, это что я хочу от своего канала, я просто могу сразу сказать, что я не очень понимаю сама сейчас, что я хочу от своего канала, потому что, с одной стороны, я хочу просто, ну, всё, что мне интересно в рамках какой-то вот такой вот сферы мода, красота, там, махуяжи, немножечко с привкусом, может быть, какой-то культурологической направленности, потому что у меня разные есть идеи для видео с уклоном, ну, с таким легким, маленьким, таким, такой гусю-сю-пусечным, маленьким, таким привкусом, немножечко какой-то культурологичичности, вот, я слишком много смотрела похититель ароматов, не могу уже не коверкать слова, так как он это делает, но, с другой стороны, я не знаю, то есть, будет ли это вообще интересно кому-то, может, есть смысл здесь просто чисто такой косметоз, парфюмки и там фэшн, зашел, зашло видео внезапно, никому изначально вообще не нужно против Ажикиби, если вы человек, который его ждет, я готовлю материал, я просто вот даже, как сказать, материал, который я хочу преподнести в следующем видео, это будет просто, ну, большая череда видосов получается, потому что коротко не расскажешь, ну, я просто сейчас, у меня готов материал для следующего видео про Киби, но я просто думаю, как его так систематизировать, чтобы он хорошо, чтобы вынести в него и теорию, которая была бы понятна, но и чтобы он воспринимался хорошо, и чтобы добавить туда вот именно мое собственное видение, как я вижу эту теорию, потому что я эту информацию усваивала из англоязычных источников, и там совершенно по-другому эта теория выглядит, ну, вот, в общей такой направленности, не так, как у нас в русскоязычном интернете, то есть, это совсем разное восприятие, вот, так что я помню про него, я не забыла, если вы тот человек, кто ждет продолжения, я просто вот думаю, как ее так преподнести, чтобы это было не нудно и информативно, и донести еще свои мысли при этом, вот, но при этом с другой стороны как бы хочется еще, чтобы как-то, то есть, если я хочу какой-то просветительский контент, я пойду и буду снимать видосы на свой канал типа, ну, назовем его научпопом, к слову, сейчас в России тоже очень сложно вести какой-то научпоп по той причине, что у нас репрессивное законодательство, вы можете со мной быть не согласны, но это так, вот, и любая научпоп-деятельность, она должна быть согласована, ну, в общем, вот эта вот вся байда, я не знаю, как бы возвращаться, нет, вроде все снимают, кто делает такой контент и забили на это, может тоже забить, вот, короче, хочется еще и чтобы аудитория была с близкими какими-то взглядами, там, не знаю, с близким видением эстетики, с близким вообще, ну, в принципе, наверное, такое, все хотят, кто ютуб создает и вообще какой-либо блог, вот, поэтому какая-то личностная компонента, личностная составляющая тоже важна, я думаю, она нужна, мне, например, обычно важно, что из себя представляет человек по ту сторону экрана, вот как личность, и здесь я хотела как раз перейти к следующей теме про критику и про разочарование в блогерах некоторых, потому что за последние пару месяцев я в нескольких блогерах, которые смотрела достаточно давно, и они мне в целом нравились, естественно, никогда не было такого, потому что это просто, там, не знаю, образец для подражания, там, мой кумир, я им восхищаюсь, восторгаюсь, такого у меня никогда не было, потому что я не верующий человек, но не сотвори себе кумира, это очень грамотная заповедь, как бы очень верная, и я, в принципе, ее очень даже поддержу, в принципе, все это 10 довольно неплохие, но вот это и еще парочка действительно те, которые прям вот можно вписывать их в конституцию, кажется, странные, вот, несколько точно, вот, и не сотвори себе кумира, на мой взгляд, одна из тех, что можно было бы вписать реально в конституцию, хотя, в принципе, у нас есть такое, да, что любая идеология запрещена, хотя, у нас, в принципе, есть такое, да, что, как бы, в конституции, это конституция Российской Федерации и многих других стран, что любая идеология запрещена, но это не очень, как бы, такая рабочая, к сожалению, вещь, на практике, у нас, вот, а если, опять-таки, тоже такая формулировка, вот, где в Новой Зеландии или в Австралии приняли, значит, закон о том, что все законы, да, любые, как бы, законодательные акты, они должны быть написаны не психичным языком, а понятным для граждан языком, и я тоже считаю, что это грамотная вещь, и вот заповедь не сотвори себе кумира, можно сказать, это, как бы, очень прицельная, такая, точная, емкая формулировка, которая понятна всем. Так вот, что я еще дальше хотела сказать? А, блогеры. Несколько, реально, вот, за последний месяц блогеров, которые я смотрела, они мне нравились, вроде бы, кто-то мне нравился как просто персоналия, потому что особого, там, особой информативности и пользы в контенте я у него не видела, вот, но вот какая-то вот личностная составляющая, характеристика, она меня заставляла, то, что заставляла, да, она меня притягивала, да, можно так сказать. Она меня притягивала, я смотрела, но я с недавних пор подписалась на телеграм-канал, ну, может, несколько месяцев назад, что-то там какая-то такая грязь пошла, и как-то вот, ну, плюс я видела, что последний, там, год-два начал скатываться в какую-то вульгарность, не в смысле, то есть я не человек, который таких, каких-то очень традиционных взглядов в том плане, что, не знаю, там, мужчине запрещено красить лицо, ну, типа, я считаю, что это бред собачий, хотите красить, ну, типа, кому это, вот, объективно, кому мешает, вот, то, что есть люди, которые животных пинают, просто мимо проходящих, бродячих, которые просто мимо проходят, это меня трогает, например, а, что кто-то одевается как-то, как сказать, вне традиционных гендерных стереотипов, ну, мне на это плевать абсолютно, я тоже в какой-то степени иногда могу одеться, как-то не очень, ну, довольно эксцентрично, ну, и чё, типа, что я, как от этого меняется, типа, моя личность, это просто, ну, в общем, не важно, вот, а вульгарность, в которой он начал скатываться, именно в подаче, именно в каких-то темах, которые выбираются, в каких-то таких вещах, которые, ну, не знаю, в отношении к другим, в том, что, ну, как сказать, есть такой момент, допустим, какой-то комический момент, да, и это очень сложный жанр, комедия это сложнейший жанр, и вот, когда автор начинает исписываться, он вместо какой-то действительно смешной комедии начинает просто туалетным юмором пользоваться, вот, какой-то такой вот, и это вульгарно, вот, для меня это вульгар, вот, когда просто, туалетный юмор, это тоже, как бы, сложный такой подраздел комедии, и в него надо тоже уметь, то есть, не всякий туалетный юмор плох, бывает очень качественный и тонкий туалетный юмор, как бы, это не звучало парадоксально, я так сходу не найду, но, тем не менее, такое есть, но это очень сложно, это очень сложно, вот, и человек начал как-то вот такой, ну, вот, меня это немножечко не то чтобы отвратило, ну, так, я стала меньше смотреть, но, когда я подписалась на телегу, там просто какая-то, неприятная, пошла неприятные какие-то нарративы, и, в общем-то, мне это стало неприятно, опять-таки, тоже, аудитория, как-то там себя выражала, так, тоже не очень, не знаю, для меня это было не очень приемлемо, и просто, какое-то докапывание до личности, людей, которые ничего не сделали лично, как-то это стрёмно, я такое не очень уважаю, и просто там, несколько дней назад очередная, очередная доёбка до людей вообще совершенно, вот, никаким боком не касающихся, причём ещё, ладно, короче, это мне стало настолько неприятно, что я отписалась, и я просто начала анализировать, мы с подругой начали анализировать, что просто человек собрал вокруг себя аудиторию таким образом, что как сказать, он не приемлет критики, не приемлет критики, и это всегда, на мой взгляд, плохо, к слову, а нужно определиться с терминами, вот в таком будничном, бытовом, таком, кухонном понимании критика это негатив обычного людей, да, когда говорят, типа, критика, это обычно воспринимается, не то, что воспринимается, а именно в таком бытовом языке критика, под критикой, как термином, подразумевается именно негатив, к слову, к тому, что подразумевается под критикой, в бытовом понимании скорее подходит слово буллинг. Ну, даже не буллинг, а хейт, наверное, потому что буллинг это немножечко ну, там другие предпосылки, немножечко это как бы механизмы другие у буллинга. Вот, а хейт, вот как бы хейт, это тот термин, который реально отражает то, что обычно люди в таком бытовом языке вкладывают в понятие критика. Критика сама по себе это хорошая вещь, она очень нужна, потому что без нее не будет развития критика. Это анализ. Критика это некий анализ, это некоторая обратная связь, да, фидбэк с, опять-таки, даже если вы зайдете в любой, я уверена, в любой какой-нибудь словарь, там в Википедию даже, вы увидите, что критика это анализ, который предполагает выявление, там, позитивных, негативных черт, какую-то обратную связь, в общем, некоторый анализ. Но из-за того, что у нас люди, ну, кстати, не только у нас, если почитать, там, англоязычный, ютуб, вот это все, интернет, там лучше с этим дела обстоят, но тоже. Люди, в общем, в целом, еще пока что не настолько хорошо научились выражать свои мысли так, чтобы критика была конструктивной. Вот. Чтобы она не выглядела как хейт просто за то, что, там, не знаю, у тебя кудрявые волосы, и ты просто чмо. Ты очень медленно говоришь, это я сейчас про себя, это кое-то уж получаю. Ты медленно говоришь, экаешь, бэкаешь, человеку, как бы, плевать на то, что, типа, ну, я пару месяцев снимаю видео, камон. Ну, почему не докопаться бы до тех, кто долго снимает и продолжает экать и бэкать? Ну, ладно, это моя уж какая-то ночная такая вещь. В общем, чё, я опять, как всегда, потеряла мысль. Или там, допустим, опять-таки, то же самое, тот же самый посыл, например, то, что я говорю медленно, и у меня есть вот эти вот речевые проблемы в виде э, бэ и так далее. Ну, как, внешность я не беру, потому что внешность, блин, люди, это то, с чем человек родился. Ну, вот, я почти готова, сейчас собралась, такой вот получился макияж Лиса Грифоном. Ну, так, нюд в школу. Тот же самый посыл можно выразить конструктивно, то есть, допустим, написать и мне вот такие хейтерские комментарии я сразу удаляю, а какую-то более-менее нормальную, там, объективную, адекватную критику, которая выражена, может быть, не идеально конструктивно, но нормальным видно, что человек реально не хотел просто обосрать, а он действительно хочет, ну, там, указывать на какие-то недостатки, ну, не то, что даже недостатки, но какие-то недочеты. Я такое оставляю, то есть, про те же A и B можно было сказать, написать о том, что, допустим, интересное, там, видео там могло бы показать, было бы очень интересно, но очень отвлекает и мешает то, что вы очень медленно говорите. Можно же так написать, да? Можно же не писать A, B, какая ты тупая, ну, то есть, это не критика, это вот просто хейт. Критика это полезная вещь, она помогает развиваться. И когда человек, на мой взгляд, я уже сейчас мысль подвожу свою, в принципе, вот, как бы сборы закончены, я тут уже сколько, полтора часа, наверное, трендю. Вот, на мой взгляд, когда человек себя окружает только толпой преданных поклонников, которые одни только комплименты говорят, да, и, ну, не то, что даже комплименты, комплименты это хорошо, это приятно, пишите комплименты, если вам есть что сказать, это хорошо, комплименты, это всегда всем приятно, это всегда то, что помогает людям сблиться, если они не искренние, вот, это видно, и, ну, типа, не знаю, как бы, это же слово, оно не стоит больших усилий сказать какое-то доброе слово, если у вас это действительно, вот, есть в мыслях, есть в чувствах, какое-то, как бы, ничего не стоит написать или сказать что-то хорошее, вот, но когда человек себя окружает людьми, которые, которые, как это сказать, говорят ему только то, что он хочет услышать, это приводит к деградации, мы это все видим, очень отчетливо, в общем-то, например, на работах, когда есть какой-нибудь самодур-начальник, и он творит какую-нибудь неведомую хуйту, вот, но это и у блогеров очень часто, вот, кто долго на ютубе, я замечаю, кто не приемлет никакой нормальной критики конструктивной, они окружают себя людьми, которые просто, как бы, вот, какое-то доходят реально до какого-то идолопоклонничества очень стрёмного, и просто любой, каждый пук, он вызывает восторги, там, поклонения, восхищения, и это приводит к деградации, то есть, что хейт какой-то необоснованный и глупый, это деморалит очень сильно, и это разрушительная такая вещь, что и вот это окружение себя только лояльными людьми, только лояльной аудиторией, оно тоже не то, чтобы деморалит, но оно развращает и приводит к деградации, и вот, опять-таки, наверное, я скажу это имя, это уже про другого, сейчас на ютубе очень сильно много видео разоблачений про Лину Дианову, психолога с ютуба, и, как мне кажется, она тоже вот такой человек, который не приемлет свою сторону никакой критики, видно, что у нее были проблемы, может, и с буллингом в детстве, но, опять-таки, как бы, сейчас себя человек позиционирует как терапевт, психотерапевт, он должен свои, ну, это обязательная составляющая любого человека, который работает в терапии, иметь своего тоже терапевта, скажем так, вот, и я на нее была подписана давно, вот, там, может быть, года-полтора назад, и поначалу она мне тоже нравилась очень, потому что, что-то интересно, несмотря на то, что у нее была вот эта вот тема с профайлингом, который не имеет под себе никакой научно обоснованной базы, это абсолютно, то есть, типа, я иногда могу что-нибудь посмотреть такое, просто по приколу, но профайлинг, он как бы не имеет под собой базы какой-то, это не доказанная научно абсолютно вещь, это просто какие-то наблюдения, опять-таки, то есть, также можно про астрологию говорить, вот, ну, то есть, это прикольно, но это нельзя приводить как аргументацию для того, чтобы какой-то свой тезис доказать, вот, но у нее были какие-то такие интересные тейки, какие-то интересные тезисы, я смотрела там разборы, тем более, что я не очень погружена в информационную среду, связанную с селебами, а у нее были разборы каких-то селебов, и, в общем-то, я в том числе просто какие-то новости про этих селебов узнавала через вот эти вот видеоразборы, и поначалу мне это раз, но потом я начала замечать какой-то токсик в видео, какую-то пассивную агрессию, начала ее меньше смотреть, не спустя где-то там, ну, почти перестала смотреть, мне где-то спустя полгода пришло, ну, просто в рекомендациях видео про то, как правильно критиковать и делать комплименты, и я, в принципе, такие видео люблю, ну, такая, типа, популярная психология на тему того, как, в общем-то, общаться с людьми, я довольно закрытый человек, и мне проще, ну, у меня есть мой круг общения очень сильно узкий, прям маленький такой, буквально там несколько человек, вот, и с ними я легко общаюсь, вот, а контакт с большим количеством людей, мало знакомых, у меня отбирает очень сильно много энергии, то есть, у меня это, как для интроверта, для меня это очень сильно энергозатратно, скажем так, вот, и я просто на какой-то усталости могу какую-нибудь фигню сказать, которая может, под которой не подразумеваю ничего плохого, но просто вот она может звучать немножко обидно, поэтому я обычно люблю какие-то такие вещи смотреть, про какой-то там, как вести диалог, как лучше там спорить конструктивно, на что лучше вообще не тратить свою энергию, там, не знаю, какие-то споры иногда, например, лучше не тратить свою энергию, и я зашла посмотреть это видео, там был разбор комментариев, и на какие-то совершенно нормальные комментарии, в которых ничего не было плохого, вроде выключите, типа, уберите музыку фоновую, потому что она отвлекает, там был просто какой-то яд, поток яда, какая-то агрессия обиженного, там, не знаю, первоклассника, и больше всего меня поразило, вот просто поразило, я уже последние вот там пару дней смотрю, смотрела несколько видео, какое-то у него подалось, где был как раз разбор этого видео, значит, но мне, вот этот вот обзор, разбор этого видоса, он у меня откликнулся, потому что меня больше всего поразило, что Лина, она загнобила людей, которые сделали ей комплименты, то есть, причем бывает реально какой-то токсичный комплимент, который в себе содержит оскорбление, там, например, я не знаю, ты так похудел, похудел, ну, наконец-то, тебе так, там, не знаю, ну, наконец-то ты похудел, а то был таким толстым, ужасным, вообще, фу, ну, вот, а сейчас слава богу, ну, то есть, ну, это же реально неприятный комплимент, типа комплимент, который на самом деле, который на самом деле себе содержит оскорбление, но там были вот комментарии про юбку, мне просто поразил, человек написал ей там кучу хорошего и, значит, сказал, что эта юбка просто там какая-то классная, восхитительная и она просто прицепилась к слову это, сказав, что ты не имеешь права писать это, использовать вот это вот местоимение, если ты не посмотрел все юбки в мире, что за бред? По-моему, это просто полнейшая бредятина, это какой-то, не знаю, то есть, человек просто написал, что ему вот эта юбка понравилась, реально, может, это же субъективно, просто, типа, ему понравилась эта юбка, блин, короче, и потом, что-то я как-то вот в тот момент, это было несколько месяцев назад, я, значит, начала читать комментарии и там какой-то стокгольмский синдром в комментариях был у аудитории, что на самом деле, да, да, это вот на самом деле я такой плохой, непроработанный, а вы, Лина, такая потрясающая, восхитительная женщина, мне это все напомнило какой-то, не знаю, какой-то газлайтинг, эстокгольмский синдром, ну, то есть, и я просто подумала, фу, как неприятно, ну, больше не буду смотреть ее видео, потом мне опять попадались еще парочку видосов, которые мне показались заказными, вот, ну, и, в общем-то, я абсолютно не, ну, типа, брала из рекомендаций этот канал, и больше не попадался мне этот блогер, ну, буквально пару дней назад, что-то я как-то зашла на YouTube опять, и увидела разоблачение, причем не одно видео, а прям много, и меня это, я, в общем, посмотрела их, и у меня как-то все встало на свои места, и я поняла, что человек, во-первых, он не приемлет никакую критику, он подтирает, видимо, какие-то, ну, негативные комментарии, и если брать ту Лину, которая была тогда, когда вот я на нее подписывалась, да, у меня что-то были какие-то сомнения, но, ну, типа, ладно, люди же разные бывают, ну, как бы, там, бывает просто манера, там, речи, какая-то манера поведения, вот, и вот сейчас это просто, ну, очень быстрый взлет, он как будто бы обеспечивает, и очень быстрое падение, то есть человек, который долго нарабатывал себе репутацию, долго нарабатывал аудиторию, он как-то и скатывается тоже довольно, не очень заметно, так медленно, и это не очень видно глазу, вот, как с тем человеком, про которого я до этого говорила, а вот с Линой, она очень быстро же взлетела, прям вот раз, и стала каким-то популярным YouTube-психологом, ну, и вот это вот падение, да, скатывание, какое-то вот неприятное поведение, ну, типа, передразнивает людей в обзорах особенно, ну, это вообще не очень нормально, ну, точно нормально, это не очень красиво, да, но с другом, но, когда человек как бы себя изначально так позиционирует, как какой-то шоумен, в этом, ну, что еще, ну, типа, какой-то особой претензии предъявить нельзя, если на этом изначально строился канал, просто ты видишь, что это за человек, ты, либо у него, тебе такое нравится, и ты на него подписываешься, и смотришь, либо ты такое не приемлешь, и просто сразу, как бы, в этом есть честность, да, какая-то, я уважаю честность очень сильно, вот, если человек сразу говорит, я токсичный козел, и я буду тут всех-всех полоскать, то я уважаю честность, я как бы не очень люблю, когда токсят, но я уважаю человека за честность, он как бы сразу себя обозначает, и кому-то такое нравится, даже, я признаюсь, я иногда люблю тоже какой-то токсик, посмотреть, просто под настроение, вот бывает такое настроение, какое-то, и хочется посмотреть какое-нибудь дерьмо, так же, как хочется иногда какое-нибудь дерьмо съесть, типа доширака, вот, и я, когда покупаю доширак, я вижу, что это вот доширак, я его сейчас съем, я не покупаю какие-то итальянские спагетти, да, в пачке, где так написано, открываю, там доширак, вот, ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, а здесь так произошло, я просто поняла, что это та же самая история, это когда человек просто не приемлет никакой критики, он еще и внушает какое-то чувство вины своей аудитории за то, что те ее не просто хвалят и не восторгаются, как, ну, то есть, как пример критики, она вообще приводила комментарии вот в том видео, где вообще нет никакой критики, там просто, как бы, какое-то поклонение богине просто, ну, то есть, это же бред полный, и я пришла вот, как бы, к выводу, вот, вот это вот все у меня как-то закольцевалось, и мы недавно с подругой тоже спорили на тему того, что из себя представляет критика, как бы, нужно ее воспринимать, или нужно убирать, и я, если еще, там, пару дней назад сомневалась на, по поводу, там, ну, может быть, действительно стоит какие-то, ну, не слишком, ну, то есть, оставлять только позитив, то есть, допустим, даже если как-то нормально пишут, я оставляю всегда критику, когда она, ну, более-менее, может, ну, опять-таки, я сейчас повторюсь, если она, может быть, и не суперидеально, там, каким-то законом конструктивной критики выстроена, но в целом видно, видно, что у человека, может быть, просто он не очень, типа там пытался читать какую-то литературу на тему того, как конструктивно критиковать, вот, но видно, что человек не хотел в тебя кинуть говном, а что человек реально хотел показать какие-то вещи, которые ему, например, мешают смотреть это видео, ну, не понравилось ему, может, ему там реально, хава, что ему реально все понравилось, а вот конкретно эти вещи не понравились, он был бы рад, ой, он был бы рад, если бы это было исправлено, то есть, я такое оставляю, но у меня были все равно сомнения на тему того, может, ну, типа, зачем, это же как бы мой маленький, уютный манимирочек такой на ютубе, у меня супермаленький вообще канал, вот, ну, вряд ли он будет когда-то большим, вряд ли он будет когда-то вообще монетизироваться, вот, то есть, это просто дело для какой-то самореализации, и зачем мне вообще какой-либо негатив, но, я за эти вот пару дней пришла к выводу, что критика реально очень нужна, потому что, с одной стороны, если я думала, что не будет никакого, типа, развития без критики, нормальной, адекватной критики, не хейта, а критика, вот, то не будет саморазвития, то, ну, как бы, нет и нет, ну, я же не, это же не мое профессиональное какое-то занятие, в котором я хочу быть, там, профи каком-то, да, это просто, там, вот, ну, какая-то отдушина, да, чтобы вот пока у меня нет возможности какой-то, в какой-то другой, там, сфере, там, в своей профессиональной что-то созидать, то я хотя бы вот в этой души немаленькой что-то могу созидать, мне очень тяжело, когда я не что-то, не то, что создаю, как-то это звучит немножечко не очень, ну, в общем, здесь, ну, какая-то вот такая творческая энергия, она должна быть, потому что, ну, короче, вот, ну, типа, вроде и ладно, да, просто это вот, какой-то такой канал для отдохновения, для отдушины, для просто уплёскивания творческой энергии, но нет, не только развитие важно, потому что, если не будет критики, будет деградация, а деградация, это вещь, которую я очень сильно боюсь, не дауншифтинга какого-то, типа, вот я, аспирант, я должна была, там, в ближайшие годы читать диссертацию и стать кандидатом в наук, а вот я сейчас занимаюсь своим бложечком маленьком на ютубе про мухуяжики и парфюмки и фэйшн, это скорее дауншифтинга, для кого-то, может, и нет, а именно деградации, вот когда человек, он не, ну, он становится, как слеп, он перестаёт за собой замечать худшие свои стороны, и нет никого вокруг, кто бы ему указал на эти худшие стороны, и мало того, любое его проявление, оно не то, что вызывает одобрение, оно вызывает какие-то необоснованные восторги, необоснованные восторги, уже темно стало за окном, пока я тут трындю, и просто эти худшие стороны, вот в таких условиях, они начинают прорастать всё больше и больше, больше и больше, и вот эта тёмная какая-то страна личности, она начинает поглощать изначально, и даже, может, у человека это особо и не было, может быть, было, но было подавлено, да, вот этим супер-эго, и всё, и получается вот такая вот вещь, и дело даже не в том, что я, например, отписалась от нескольких человек за последние дни, в том числе от Лины Дианы, я от неё отписалась давно, но всё равно, а вот самое страшное, это какая-то личная деградация, потому что из этого потом очень тяжело выйти, из этого тяжелее выйти, чем из депрессии, надо заключить свет, вот, потому что тебе не... из депрессии тебе, если обратиться к специалисту, тебе помогут, а с деградацией тебе никто не поможет, и тебе никто не укажет на то, что это так, что это происходит так, то есть, блин, страшно, вот, я просто столкнула, как бы пришла к выводу, что это мой, один из моих страшных, один из моих кошмаров, это видео плавно из... собирается со мной, стало каким-то подкастом, вот, в общем, я в себе такого не хотела, поэтому я всегда рада вашей критике, вот, только если вы действительно хотите, как бы, желаете развития канала, там, улучшения контента, пишите ее, пожалуйста, как-то конструктивно, ну, к слову, большая часть реально какая-то такая нормальная, адекватная, и прям совсем хейта я получаю довольно мало, вот, вот, на этом, наверное, у меня все, я пойду, а то сейчас уже на улице стемнеет, я свои дела запланированные нифига не сделаю, да и это видео стало очень, я вижу, что оно получается капец каким длинным, я, может быть, его почикаю как-то на монтаже, может и не буду, не знаю, вот, ну, я замечала, что длинные видео смотрят хуже, но когда-нибудь я в себе разовью талант к краткости, ну, в принципе, я думаю, что вот данный такой формат вполне себе может и быть таким продолжительным, вот, так что на этом у меня все и большое вам всем спасибо за внимание, пишите, в общем, все, что думаете и спасибо еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч, я 보� rainforest он業 посмотрите, !